На этой неделе Одессу посетил вице-премьер-министр Украины. Владимир Кистион отправился в службу автомобильных дорог и побывал на Одесской ТЭЦ. А после с рабочим визитом отправился во Видеополь. Там министр разбирался, почему с мая люди не получают соцвыплаты. Владимир Кистион приехал в Одессу в четверг. Рабочий визит начал с осмотра автопарка службы автомобильных дорог области. Прибыл на 20 минут раньше назначенного времени, чем удивил журналистов. Общается с работниками предприятия, осматривает технику. Выносит вердикт – Одесса к зиме не готова. Обещает, на обновление техники будет искать деньги. К слову, сам глава службы автомобильных дорог Олег Варевода говорит, этой зимой к расчистке можно привлечь вот такую технику. 84 пескоразбрасывателя, 11 солераспределителей, 95 погрузчиков, 33 бульдозера, 73 автогрейдера, 5 роторных машин, 109 тракторов с отвалом. Также заготовили горюче-смазочные материалы, соль и песок. Примерно 80% от необходимого. В случае, конечно, коллапса такого, как был в прошлом году, понятно, что служба и подрядчики своими силами не смогут полностью справиться с такой подобной стихией. Поэтому нами дано указание, и, в общем-то, во многих районах эта работа уже ведется. Подрядные организации заключают с местными фермерскими хозяйствами, с крупными компаниями, которые имеют у себя в собственности соответствующую технику договоры на расчистку снега. Следующий пункт – Одесская ТЭЦ. Персонал проводит для Владимира Кистиона экскурсию по предприятию. Делятся наболевшим. Могли бы работать не только в отопительный сезон, но и круглый год. Однако из-за старого оборудования это не выйдет. Сейчас у нас ни одного потребителя не осталось, поэтому летом работать нам абсолютно неориентабельно. Надо модернизироваться, приводить до потужности, до потреб. И это будет впливать и на себевартость, и на технический процесс. Владимир Кистион резюмирует. Объект требует модернизации. А по словам Соломии Бобровской, хозяйственная работа идет. За последние полтора года не можно было сделать новую ТЭЦ, новые лекарства и так далее. Это все процедурные долги речей. Для этого города, может быть, закрома Винница, 5, 10, 15 лет. Все речи створятся поступово и систематично. Поэтому мы готовы заплатить за свою работу. Последний пункт визита – Авидеополь. Владимир Кистион процесс выплаты субсидий в районе называет полным провалом. По словам сотрудников, порядка тысячи семей не получили выплаты за май. Соцработники говорят – все из-за нехватки кадров. По их словам, весь район обслуживает лишь два человека. Однажды даже пришлось на две недели остановить прием людей. Это позволило наладить работу. Конечно, это было очень тяжело, потому что мы в газете объявления дали, у нас на сайте было размещено, что мы не будем работать, но это не повлияло. Люди выбивали двери, все равно приходили и тоже и телевидение вызывали сюда, почему мы закрыты и вы не имеете права. Да, мы не имеем, но нам это дало возможность. Мы чуть-чуть подтянули работу, хоть что-то, ну большинство, половину, может чуть-чуть меньше, но мы смогли закрыть. На следующей неделе Одессу планируют посетить вице-премьер-министр по социальным вопросам.